В прямом эфире Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в программе. Большое материнское сердце отозвалось теплотой и заботой военнослужащих. 82-летняя Фатима Аркенова своими руками связала для наших ребят больше 500 пар шерстяных носков. В рамках оказания гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса и военнослужащим из Карачаева, Черкесии, с начала операции отправлены 600 тонн гуманитарного груза. Они оказывают неоценимую помощь при раскрытии тяжких, особо тяжких преступлений. Сегодня криминалисты регионального управления Следственного комитета отмечают очередную годовщину создания службы. 42 преступления раскрыты в сфере лесопользования. Уголовные ответственности привлечены при должностных лицах. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов находится с рабочим визитом в Северной Осетии. В Моздоке в ходе встречи с главой соседней республики Сергеем Миняйло обсудили вопросы межрегионального сотрудничества в экономике, социальной сфере, обозначили различные форматы расширения взаимодействия в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи развития культурной сферы. Отмечено, что практика обмена региональным опытом в решении актуальных государственных задач очень полезна. Сегодня съемочная группа вестей находится также в Северной Осетии, где глава республики посетил войсковую часть. Подробный репортаж смотрите завтра в наших информационных выпусках. С наступлением первых заморозков бойцам, участвующим в спецоперации на Украине, придется доставать из гардероба более серьезный арсенал – теплые носки. И вряд ли кто поспорит, что самые лучшие и уютные – это бабушкины вязаные носки из толстой нити, выполненные с особой любовью. 82-летняя Фатима Аркенова из Черкесска своими руками связала для наших ребят больше 500 паршественных носков. Фатима Даурова о теплоте не только физической, но и душевной. Звонкий голос Фатимы Аркеновой поет строчки из народного фольклора. Песня о том, как девушка ждет приезда любимого со службы. Под мелодичные напевы, привычные к вязанию пальцы, выстраивает бабушкины лицевые петли в ряд. Послушная пряжа ложится красиво. Мастерство вязания Фатима Хаджимуратовна научилась еще в детстве, наблюдая за тем, как это делает соседка. В далеких казахских степях, где во время депортации жила семья нашей героини, зимы были ветреные и холодные. И только изделие из натуральной овечьей шерсти спасало от морозных дней и ночей. И пришла, начала вязать. Отец тогда мой работал чабаном. Они осень уезжали, весной в мае приезжали. Вот мне пришлось в голову папу связать, пока папа придет на смену, сделать носки. Я целую ночь сидела, вязала. И пятку я не такую сделала. Потом опять к этой девушке подхожу, ничего не говорю, смотрю. Как раз она делает пятку. Я быстро бегом пришла, распорола свой носок и пятку связала. И с тех пор бабушка Фатима вяжет всем. Семье, родственникам, соседям. Три года из-за болезни она была прикована к кровати. Единственное, что ее отвлекало от тягот недуга – любимое занятие – вязание. За это время она успела связать более 500 пар носков. Они лежали и ждали своего часа. Он пришел, когда Фатима Хаджимуратовна услышала о наших парнях, выполняющих свой долг в зоне боевых действий. Большое материнское сердце отозвалось теплотой и заботой к каждому из них. Три года вообще я не ходила. И вот я вспомнила, сижу, сделаю носки, ну пригодится. А Эндуа, вот эту я слышала, я хочу от души передать им, чтобы они носили ноги, чтобы были у них теплые. Дай Бог, чтобы они все живым и здоровым вернулись к своим родителям, матерям, сестрам. Проявленную матерью заботу разделили с ней и ее дочери. Их руками аккуратно, ряд в ряд, в большие сумки уложены теплые носки маминого производства. Хочется, чтобы наши ребята были теплее, обогреты, чтобы им было комфортно воевать за нас. Они пошли за нас, за всех, за нашу мирную жизнь. Если бы они не пошли, мы не знаем, что было бы с нами и с нашими детьми. Я хочу выразить им благодарность за то, что они смело пошли за нас. Это та малая часть, что мы можем для них сделать, чтобы им было теплее от рук моей мамы, от наших сердец. Совсем скоро вместе с очередным грузом гуманитарной помощи при содействии регионального отделения партии «Единая Россия» они отправятся к нашим бойцам на передовую. Наступающие холода ребята уже встретят в теплых шестяных носках от бабушки Фатимы. А тем временем петли завязываются в очередной носок, все так же под тихий напев мастерицы. Фатима Дорова, Расул Бердия, Вести, Карачаево-Черкесия. И сегодня в рамках оказания гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса и военнослужащим 34-й мотострелковой бригады и мобилизованным ребятам из Карачаева-Черкесии был отправлен очередной груз. В этот раз акцент в основном делался на сезонную одежду, термобелье и больше 4000 пар теплых носков от жителей республики, общественных организаций, предпринимателей и депутатов. Всего с начала операции при участии регионального отделения «Единой России» республика отправила более 600 тонн гуманитарного груза в поддержку наших военных и жителей ЛНР, Херсона и Запорожья. В акции не первый раз участвуют и представители Карачаево-Черкесской региональной общественной организации ветеранов внутренних дел республики. С самого начала специальной военной операции это у нас уже пятая акция. Если все перечислить, где-то около 2000 шерстяных изделий теплых и 20 тонн воды мы отправили нашим личному составу Росгвардии и Донецкую республику, и Луганскую республику. Настало время прогноза погоды. После продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин 13-15 градусов тепла. Вы ее ждали! Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Сегодня криминалисты Регионального управления Следственного комитета отмечают очередную годовщину создания своей службы. В октябре 1954 года по указанию Генерального прокурора СССР в стране были введены должности прокуроров-криминалистов и созданы кабинеты криминалистики. О сегодняшних буднях отдела криминалистики в репортаже Артура Мхце. В одном из районов Карачао-Черкесии проходит практическое занятие для молодых сотрудников Следственного комитета. Им предстоит собрать как можно больше информации об условном взрыве. Ситуация приближена к тому, с чем они могут столкнуться в реальной работе. А потому от того, насколько хорошо следователи-криминалисты усвоили теорию, во многом зависит успех в раскрытии уголовного дела. Образованная еще в октябре 1954 года по указанию Генерального прокурора страны криминалистическая служба в 2007-м перешла в состав Следственного комитета. В региональном управлении числятся семь оперативных сотрудников, в том числе полиграфолог. Сейчас мы будем одевать датчики дыхания, верхний и нижний. Верхняя грудная женская, нижняя брюсная мужская. То есть мужчины чаще дышат животом, женщины грудью. Берем спочку, левой рукой за спиной проводим. Вот так. Отдаем мне. Живот не втягиваем, стоим спокойно, расслаблено. Специалист отдела криминалистики Олег Голубев объясняет нам, для чего нужны те или иные датчики. В каком формате проходят беседы с участниками процесса. Диапазон лиц, которые подлежат проверкам, он от потерпевших до обвиняемых. Это и свидетели. То есть всех лиц мы проверяем информированность человека о каком-либо событии. Есть у человека информированность о данном событии, либо ее нет. Проверки занимают на полиграфе от двух-трех часов, в принципе, до бесконечности. Уголовные дела, они бывают разные. Не в каждом уголовном деле требуется помощь следователя криминалистов. Есть достаточно простые, понятные уголовные дела, которые специальных знаний и умений не требуют. Криминалист привлекается именно тогда, когда требуются специальные знания, специальные навыки, специальные возможности. И криминалист, развиваясь и обучаясь как специалист, он развивает и обучает именно вот эти вот специфические направления применения. По сути, применение техники, применение методик для расследования, раскрытия преступлений, закреплений, имеющихся доказательной базы. Криминалисты оказывают следователям практическую помощь при раскрытии ряда тяжких и особо тяжких преступлений, многие из которых привлекли широкий общественный резонанс. Значимость таких специалистов при составлении протокола осмотра места происшествия и своевременном назначении дополнительных экспертиз для закрепления доказательств трудно переоценить. А ведь это далеко не полный перечень обязанностей криминалистов. Организация взаимодействия между следователем и оперативными сотрудниками органов внутренних дел, применение научных рекомендаций при расследовании уголовных дел, а также планирование расследования, что позволяет изобличать преступников в совершении преступлений, соответствующим образом доказывать вину в совершении преступления и в последующем направлении уголовного дела в суд. По сути, имеющий в своем арсенале передовые методики и высокотехнологичное оборудование криминалист постоянно находится рядом со следователем. Нередко помогает ему, подсказывает, иногда даже направляет ход следствия, сбора и оценки доказательств. Ведь в конечном итоге главная задача совместной работы – всестороннее изучение и расследование преступлений, когда важен труд каждого профессионала своего дела. Артур Мухцы, Олег Малхожев, Вести, Корчаев, Черкесия. За 9 месяцев текущего года в республике проведены два оперативно-профилактических мероприятия. За отчетный период зарегистрировано 42 преступления в сфере лесопользования. Возбуждено 36 уголовных дел. К уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности привлечено 3 должностных лица. Раскрыто и направлено в суд 31 уголовное дело по незаконной рубке лесных насаждений и служебном подлоге. За истекший с начала года период на территории Карачаева-Черкесии фактов преднамеренного создания лесных пожаров с целью сокрытия следов незаконной рубки лесных насаждений не выявлено. Уважаемые дамы, пора готовиться к морозной и снежной зиме. А вы уже задумывались о покупке роскошной шубы? Тем более сейчас это можно сделать с выгодной рассрочкой или большой скидкой. Завтра в Черкесске откроется выставка продажа меховых изделий «Снежка» и пройдет она до 23 октября включительно. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Меховая выставка «Снежка» с 20 по 23 октября включительно в Центре развития предпринимательства распахнет свои двери. Попав на выставку «Снежка», вы будете приятно удивлены от обилия качественных и шикарных меховых изделий. Огромный ассортимент превосходит все ожидания. Полностью обновленная коллекция порадует покупателей, а опытные консультанты смогут помочь каждому с выбором по фигуре и по карману. Администратор Наталья рассказала об идеальных условиях рассрочки. Это займет всего лишь 20 минут вашего времени. Мы приглашаем всех жителей города и гостей города к нам на выставку и продажу «Норковый шуб». Мы открываем новый сезон 2023 года. И, пожалуй, в первый раз у нас представлен настолько широкий ассортимент изделий. Мы расширили цветовую палитру, добавили ассортимент в наши изделия. И теперь, учитывая количество изделий, любой покупатель сможет выбрать себе шубку по душе. Нами созданы абсолютно все условия, чтобы купить шубку. То есть можно и наличный расчет, тогда мы сделаем скидку. Но можно приобрести шубку в рассрочку, без первоначального взноса, без переплат. И тогда вы гарантированно получите еще и песцовую жилетку в подарок. Что, я думаю, тоже является очень приятным бонусом. Максимальный срок рассрочки 36 месяцев. Для этого нужен только паспорт. Никаких денег сейчас платить не надо. Забирайте шубку сразу. Кроме того, каждое изделие имеет электронный паспорт со своим индивидуальным номером. Любой покупатель может легко с помощью телефона определить сам всю историю шубы, убедиться в том, что это страна производства, ее Россия. Когда отшитое изделие, ну и гарантийный талон мы, соответственно, каждому покупателю даем. И сертификаты на каждое изделие наше тоже имеются. Консультанты с нетерпением ждут своих покупателей. И с легкостью помогут подобрать лучшие варианты в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8, с 9 утра до 20 часов. Все дни выставки для вас доступна рассрочка на 3 года. Без первого взноса и переплат. Плюс меховой жилет в подарок. Альбина Курочинова-Кенжева, Либастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Завтра в Черкесске в Доме предпринимателя откроется традиционная рыбная ярмарка «Дары Камчатки». По традиции организаторы привезли в Карачаево-Черкесию разнообразную продукцию. На прилавках вы найдете все самое вкусное и полезное. Чавыча, семга, палтус, кижуч, красный икра и многое другое. Рыбная ярмарка будет работать до конца недели в Доме предпринимателя на Горького, 8. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Художник». Всего доброго.